Чтобы поднять донорам уровень не только гемоглобина, но и энтузиазма, в комплекс мер социальной поддержки, прибавка к пенсии почетным и сумма почти в 700 тысяч рублей за одну кровосдачу. Между тем, например, в Европе к безвозмездной сдаче крови относятся как к норме. Поддержать безвозмездное донорство могут и белорусские граждане. Василий Груша сегодня один из немногих солигарчан. Мужчина отказался от денег. Его третье положительное – спасет кому-то жизнь. Надо как-то и государству, чтобы легче было. То есть, раз требуется, значит, сдадим безвозмездно, сколько надо. И вообще сейчас новое положение вышло в донорстве. Наверное, постоянно буду сдавать до заслуженного донора. Заслуженно подчивать на донорских лаврах можно уже после 20 безвозмездных кровосдач. Это внесено в новое положение закона о донорстве. Почетный донор, он прикрепляется к спецполиклинике, к которой они обслуживались во время работы. Отпуск удобное для них время. И внеочередное можно купить билеты на железнодорожный, авиационный, автотранспорт. Дмитрий Хролович является донором с 2008 года. После несчастного случая близкого ему человека решил, он будет спасать жизни людям. Как может, собственной кровью. Именно правильное, грамотное действие работников скорой помощи, плюс запас необходимых компонентов крови в машине, ну вот скорой помощи, в машине реанимации, он именно вот и помогли спасти жизнь и здоровье. Жизнь и здоровье моего товарища, моего друга. Вот я очень впечатлился и понял, что в этой ситуации могло оказаться в следующий раз я и мои близкие, или родные мне люди. И вот на таком региональном уровне, вот в нашей Солигорской ЦРБ, я вот именно с этой целью издаю. Желание спасать чаще всего приводят сюда тех, кто потом становится, как здесь говорят, кадровым донором. Вот Николай Барановский. Хоть только начинающий донор, но уже подумывает о безвозмездной сдаче крови. Помощь тем, кто нуждается в этом. Может дети, может старик. Вот еще какая-то проблема как будто будет. Пожалуйста, почему бы нет. Донорство – очень дорогое удовольствие. Ежегодно белорусским донором государство выплачивает миллионы рублей. Донор и его кровь проходят тщательное исследование. Затем карантин. Лишь тогда кровь идет к потребителям. Стать донором может любой желающий, если он подходит по возрасту – от 18 до 60 лет и состоянию здоровья. У нас здесь южный регион Минской области. Мы находимся далеко от центра, от города Минска. И мы друг друга пытаемся помочь. Если где-то у кого-то не хватает, мы помогаем Любанскому району. Но если просят Клецкий, Копольский, Несвежский иногда, Ислуцкий, старые дороги иногда приезжают, то есть мы стараемся помогать всем. За 2014 год было заготовлено 786,1 литра крови. Но бывают такие ситуации, когда количества нам не хватает. Мы тогда просим помощи на Слудской станции переливания крови, в Республиканском практическом центре гематологии и медицинской биотехнологии. И нам не отказывают. Неделя донорства в Беларуси проходит традиционно, в преддверии Всемирного дня донора крови. В прошлом году звание «Почетный донор Беларуси» присвоено 14 жителям Солигорского района. За последние 10 лет звание «Почетного» присвоено более 400 жителям района. Мы переехали в новое место. Это детская больница, третий этаж, там, где раньше находилась на время ремонта женская консультация. У нас увеличились площади. Это все сделано для доноров, и чтобы люди приходили и сдавали кровь как безвозмездно, так и возмездно. В специальном холодильнике, расположенной по группам, здесь лежат запасы крови. Их хватит на несколько дней, при условии, что в 100-тысячном Солигорске все будет как обычно. Но даже крупная автомобильная авария может нарушить это хрупкое равновесие.